Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Сегодня мы поговорим с вами о специальном средстве домашнего приготовления, которое имеет множество полезных свойств для использования в саду и огороде. Использовать мы будем для этого луковую шелуху. Я приветствую вас на канале Процветок, меня зовут Русских Иван. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать выпуски, чтобы не пропускать ценную информацию, которая вам всегда пригодится в садово-огородных делах. Итак, применение природных стимуляторов роста, развития, накопления питательных веществ в растениях является неотъемлемой частью настоящего органического земледелия. Одно из природных средств, которое очень ценно и содержит много полезных веществ, это луковая шелуха. Луковая шелуха известна многим. Многие ее собирают для того, чтобы приготовить пасхальные блюда различные в качестве источника красителей. Ну, пожалуй, практически больше ни для каких целей луковая шелуха в массе не используется. Многие закапывают луковую шелуху в лунки при посадке растений. Не стоит этого делать не потому, что это нанесет какой-то вред вашим растениям, а потому, что луковая шелуха является гораздо более ценным средством для сада и огорода, чем ее просто закопать, и она будет источником целлюлозы для развития почвенной микрофлоры. Итак, луковая шелуха содержит в своем составе значительное количество особых веществ, флавоноидных веществ, которые называются рутин и кверцицин. Эти вещества хорошо укрепляют сосуды. Даже небольшое количество отвара луковой шелухи восполняет суточную потребность в рутине и кверцицине. А ведь это залог здоровья наших сосудов, а это залог здоровья всего нашего организма. Кроме того, в луковой шелухе содержатся также и каротиноиды. После моркови луковая шелуха, вот таких желтых сортов лука, занимает второе место по содержанию каротиноидов. Некоторые сорта лука с темной шелухой превосходят даже тыкву по содержанию каротиноидных пигментов. Как известно, как и рутин и кверцицин, каротиноиды являются мощными и сильными антиоксидантами. Кроме того, луковая шелуха содержит витамин С, а также множество различных флавоноидов. Благодаря своему вот этому составу, луковая шелуха является не только ценным источником пользы для человеческого организма, именно поэтому ее рекомендуют накапливать, класть в супы, в бульоны, в холодное, когда варите, и просто использовать в виде отваров и наружного, и внутренне. Но также она имеет большую ценность для использования в саду. В каких направлениях она является наиболее эффективной? Рутин и кверцицин являются известными веществами, которые увеличивают содержание углеводов, то есть сахаров, в плодах растений. В частности, показано и экспериментально, и практически доказано, что обработка экстрактами луковой шелухи, перцев, томатов и огурцов в период плодоношения существенно улучшает их вкусовые качества и увеличивает количество там сахаров. Одновременно с сахарами увеличивается и общее содержание сухих веществ, то есть концентрация, такой менее водянистый вкус у овощей и плодов получается. И концентрация витаминов и полезных веществ также увеличивается. Кроме того, и рутин и кверцицин, а также комплекс веществ, входящих в состав луковой шелухи, в том числе фитонциды, предотвращают развитие грибков и бактерий. Конечно, не всех, ведь сам лук тоже поражается различными заболеваниями, но поражается он тогда, когда луковая шелуха повреждена, когда на ней есть трещинки, когда эти самые грибки и бактерии имеют доступ к сочным вот этим чешуям внутри лука. Дело в том, что химический состав луковой шелухи и вот содержимого луковицы, вот этих сочных чешуй, оно абсолютно разное. Именно вот луковая шелуха предназначена для длительной защиты лука от всевозможных повреждений. Поэтому не стоит думать, что если лук так сильно гниет или там повреждается болезнями, то это не значит, что луковая шелуха не действует. Действует, просто она ведь закрывает эту луковицу не идеально, есть трещинки. Ну а потом, конечно, со временем, по мере хранения, количество защитных веществ луковой шелухи уменьшается, и микроорганизмы получают доступ к питательным веществам самой луковицы. Кроме того, фитонциды, содержащиеся в луковой шелухе, отпугивают и нарушают развитие таких опасных вредителей, как тля и как паутинный клещ. Известно, что луковая шелуха, экстракты луковой шелухи, значительно повышают энергию в схожести, то есть силу роста проростков, а также в схожесть самих семян, то есть увеличивают количество взошедших семян и превосходят по этому показателю такие известные препараты, как энерген и как препарат НВ-101. Надо отметить, что в препарате НВ-101 действующим веществом, главным действующим веществом, также является производная рутинная квертицина, дигидроквертицин. То есть, в принципе, в каком-то смысле можно считать, что луковая шелуха также является аналогом этого препарата. Однако же наличие сопутствующих полезных веществ усиливает действие экстракта луковой шелухи по отношению к подобного рода препаратам. Наибольшее количество действующих веществ содержится в шелухе желтого лука. В шелухе красного лука действующих веществ содержится примерно в 7 раз меньше, а в шелухе белого лука активных действующих веществ практически не обнаруживается. Именно поэтому для наших целей необходимо собирать, накапливать и использовать для приготовления экстракта именно шелуху желтого лука. Чем раньше вы начнете сбор этой шелухи, тем лучше, как я уже сказал, по мере хранения в шелухе количество веществ уменьшается. Поэтому не накапливайте ее слишком много, накапливайте небольшое количество и готовьте экстракт. Для того, чтобы экстрагировать активные вещества шелухи лука, можно, конечно, использовать обыкновенную воду. Однако в этом случае вам придется использовать гораздо больше шелухи, потому что вода в нашем случае является плохим экстрактором тех активных веществ, включая рутин и квертицин, которые имеют вот такое основное действие в этой шелухе по сравнению с другими растворителями. Из бытовых средств наилучшим растворителем является водка. Или продукт, аналогичный домашнего приготовления. Не стоит использовать какие-либо другие растворители. В силу того, что впоследствии наш экстракт мы будем разбавлять водой. И именно этиловый спирт также хорошо разбавляется водой. Некоторое присутствие воды в водке позволит экстрагировать не только спирторастворимые вещества, именно рутин и квертицин лучше растворяются в спирте, нежели чем в воде. В воде они практически не растворяются и плохо экстрагируются. Для экстракции только в воде нам придется длительно кипятить эту шелуху. Не хочу рассматривать этот вариант. А вот при использовании водки мы можем использовать холодную экстракцию. Разные сорта лука, конечно же, содержат разное количество вот этих вот активных веществ. Мы делали различные эксперименты. Конечно, тут звенили чашечками Петри для того, чтобы определить какие-то минимально действующие концентрации этого экстракта. И приводим вам рецепт для внимания, для приготовления такого экстракта, который будет содержать количество действующих веществ не менее, чем это необходимо. При некоторых обстоятельствах, если вы начнете рано собирать шелуху, если вы будете активно ее экстрагировать, если вы будете использовать такие темно окрашенные сорта лука, вы можете получить более высокие концентрации. Они, естественно, тоже будут действующими. Но более высокая концентрация не будет обладать фитотоксичностью. Мы испытывали на семенах, на схожести семян различные концентрации нашего экстракта. И вот по действующему веществу никаких фитотоксических эффектов не наблюдали. Разве что наблюдали фитотоксические эффекты самого этилового спирта. Но мы будем делать достаточно разбавленные растворы так, что этиловый спирт не будет оказывать никакого отрицательного влияния на растения. Итак, наш стандартный стандартизированный экстракт включает в себя луковую шелуху, которой вы должны достаточно плотно наполнить пол-литровую банку. Ну, насколько плотно? Ну, как можно плотнее. Ну, так, чтобы вот вы будете нажимать, а она будет назад возвращаться, как бы пружинить. То есть заполните ее таким образом, чтобы после того, как вы ее уплотнили и убрали руку, ну, чтобы она отсюда не вываливалась. После того, как вы наполнили шелухой банку, возьмите обыкновенную водку и залейте эту шелуху. Надо налить столько водки, сколько заполнит свободное пространство между частичками шелухи лука. После этого вам необходимо закрыть эту банку и минимум на одну неделю поставить желательно в теплое место. Может быть, к батарее центрального отопления. Может быть, ну, просто найдите самое теплое место у себя в квартире. И минимум на неделю поставьте эту банку. Через неделю экстракт готов. Можно ли хранить его вместе с луковой шелухой? Да, можно хранить. После недельного периода количество веществ будет незначительно увеличиваться. Но никакой беды не будет, если вы будете хранить этот экстракт вместе с луковой шелухой. Как использовать этот экстракт? Для увеличения всхожести энергии прорастания и дезинфекции семян, легкой дезинфекции, вы можете использовать одну столовую ложку на стакан воды этого экстракта. Вы можете замочить там семена на сутки, либо вы можете прямо непосредственно проращивать семена в этом растворе. Для обработки растений с целью профилактики поражения паутинным клещом или тлей, а также для увеличения качества и сладости плодов вам необходимо использовать примерно 50-60 мл этого экстракта на ведро воды. Количество рутины и квертицины в кожуре лука, в шелухе лука настолько значительно, что даже такие небольшие концентрации имеют серьезное физиологическое воздействие, положительное воздействие на растения. В таком экстрагированном виде шелуха, ну вот уже мокром виде, да, в виде экстракта, можно все это хранить по крайней мере в течение 6 месяцев. Экстракт этот не портится, не разлагается. Желательно хранить его в холодном месте, ну в самом простом варианте, в холодильнике. Даже если вы будете его хранить просто летом в кладовке в темном месте на даче, он тоже не испортится. После того, как вы использовали весь экстракт, вы можете закопать шелуху лука, которая осталась здесь, ну где-то под кустами, под растениями, ну можете бросить в компост, но просто потому, что это источник питания для почвенных, полезных почвенных микроорганизмов. Кроме того, этим же раствором, то есть 50-60 мл на ведро воды, вы можете поливать комнатные растения, вы можете поливать овощные декоративные растения. Вы также можете делать дождевание для тех растений, для которых такая процедура показана. То есть просто брать лейку с дырочками, с ситечком и проливать растения прямо сверху, чтобы этот раствор впитывался. Это хорошая профилактика различных заболеваний, это укрепление фитоиммунитета растений, это отпугивание всевозможных вредителей. И самое главное, один из способов профилактики корневых гнилей, овощных растений, особенно огурца, который к этим корневым гнилям весьма и весьма чувствителен. Самое главное, что вы должны запомнить, это то, что вам лучше всего делать этот экстракт поэтапно. Вот как только накопили на пол-литровую банку шелухи, так и заливайте. Весной, то есть где-то уже к моменту начала прорастания лука, ценности в луковой шелухе с нашей точки зрения, с точки зрения сада и огорода, уже практически нет. Поэтому постарайтесь сейчас эту луковую шелуху уже начать готовить для использования, для семян, для рассады, а также в течение всего вегетационного периода растений. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова